Добрый день, я всех вас приветствую. Сегодня у меня есть на сердце поделиться с вами проповедью, которую я назвал «Испытание веры». Мы много слышим о вере, и вера есть нескольких уровней или нескольких качеств. Я объясню, что я имею в виду, говоря эти слова. Есть вера, которую я называю теоретическая. Мы услышали что-то, мы прочитали, коснулось нашего сердца, но в это поверили. Но мы никогда этого не имели в своей жизни. Например, кто-то верит в то, что Бог его исцелит, но до сих пор находится в болезни. То есть это вера, это не фантазия, то есть он получил это слово от Бога, все законно. То есть вера слышим и не слышим от слова Божьего, но он еще не видел результата. То есть это теория. Практическая вера – это когда человек поверил и по вере получил. То есть то, что можно потрогать, пощупать, понюхать и так далее. То есть реально. И это же совершенно другой уровень веры. И есть третий уровень веры – это вера совершенная. Когда человек многократно в своей жизни получал по вере. То есть поверьте, что человек, который имеет веру теоретическую, и тот, который имеет веру совершенную – это два совершенно разных человека. То есть это человек, который знает о Боге и доверяет Богу. И человек, который познал Бога в своей жизни, то есть он испытал. И у каждого из нас в жизни наступает такой момент трудностей, момент какой-то скорби, момент, когда мы ожидаем, но не имеем. Само определение веры, оно очень простое. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть я верю в то, чего на самом деле в земной жизни, вот в моем мире физическом, нет. Но я в это верю. И мы проходим все эти трудности, которые приходят в нашу жизнь с одной целью – чтобы наша вера, она была испытана. Когда Бог призвал израильский народ через Моисея, Бог дал слово. И весь народ сказал – мы будем исполнять его. Все сказали. Но прошло время, когда большинство из них отказались исполнять это слово. И Богу пришлось их 40 лет водить по пустыне для того, чтобы те люди, которые видели славу Божью, и которые публично пообещали, что они пойдут за Богом, и отказались доверять Богу, чтобы они все вымерли. И только новое поколение вошло в обитованную землю. То есть их вера была теоретической, и эта вера, она ушла из их сердца. И послание к евреям написано – не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слушающим. И если бы было так, что все, что мы услышим от Бога, моментально воплощалось, мы бы были с вами здоровыми, богатыми, сильными, верующими и так далее. Но, к сожалению нашему, далеко не все, что обещает Бог, оно исполняется мгновенно. И в послании к евреям есть такие слова, что терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью, получить обещанное. О великих мужах и женах Божьих сказано, что они верою и долготерпением наследовали обетование. То есть то, что Бог обещает человеку, оно не обязательно выполняется, как только он попросит об этом сверху. Есть время. Иногда это время не такое длинное, и легко дождаться Божьего обетования. Иногда это довольно длинный промежуток времени, но это слово остается в силе. И если я не откажусь от этого слова, оно обязательно исполнится в моей жизни. Например, Авраам ждал появления своего наследника 25 лет. 25 лет это довольно длинный промежуток времени. В это время он имел такое состояние, когда он ни капельки не сомневался в том, что сказал Бог. Но были такие периоды, когда он огромному сомнению подвергал то, что он услышал от Бога. И однажды Бог сказал ему, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. На что Авраам ответил, я ничего не имею. Неужели вот домочадец мой, управитель в моем хозяйстве, будет наследником моим? Бог говорит, нет, но тот, который произойдет, исчезнет твоих. Бог как бы обновил свое слово. Я такой пример для себя привожу. Учитель в школе написал что-то для детей на доске мелом. И была перемена, и кто-то из учеников стер. И пока дети на уроке сидели, они видели, и это касалось их сердца, все было хорошо, но после перемены доска чистая. И кто-то из детей, может, даже забыл часть из того, что там было написано. Учитель способен написать снова ту же самую фразу. То есть обновить. Вот примерно что-то похожее происходит в наших отношениях с Богом. Мы приближаемся к Богу, мы читаем, мы вникаем, мы слышим, что-то принимаем сердце. Это касается нашего сердца. Это нас зажигает. Но проходит время. Это не исполняется так быстро, как нам хотелось бы. И оно начинает угасать. Плоть до того, что мы потом вообще сомневаемся. А вообще я от Бога это услышал, или это просто мне показалось? И мы начинаем волноваться и переживать. И мы должны опять приходить к Богу, и Бог, слово, которое от Него, обновляет. То есть снова этим зажигает наше сердце. И вот этот период, между тем, как мы получили слово, и оно исполнилось, этот период я называю испытание веры. То есть вера, она должна быть испытана. И она должна перейти на совершенно новый качественный уровень. Она должна быть твердой. Все без исключения знают притчу о сеятельном. Наверное, уже тысячи раз мы об этом рассказывали. Я хочу обратить внимание на один стих. Это Евангелие от Матфея, тринадцатая глава. Евангелие от Матфея, тринадцатая глава. Для нее два стиха. Это двадцатый и двадцать первый стих. Есть люди, к которым Бог обращается, в одно ухо вошло, в другое обычно. То есть этого не может быть, потому что не может быть. Так было всегда и везде. Я только сегодня родился. Я знаю, как устроена жизнь. И вообще-то я не верю в чудеса. Это одна категория людей. Есть люди, которые принимают слово, зажигаются, особенно в воскресенье на служение, такие вдохновленные, все, теперь я буду вот так, вот так, и моя жизнь изменится. Но приходят трудности, и они отказываются от этого слова. И вот я хочу прочитать двадцатый и двадцать первый стих. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тот час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда наступает скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Люди, которые не имеют в себе корня и непостоянны. Гонение и скорбь на слово – это не гонение в стране. Это гонение на то откровение, которое ты имеешь. То есть, Бог тебе, например, сказал, что у тебя будет много. Ты получил это слово, обрадовался, и ты хочешь, чтобы оно исполнилось. Но прошло полгода, а у тебя стало еще меньше, чем было. И это называется гонение и скорбь на слово. Бог говорит об исцелении. Ты принимаешь это слово, живешь верой в это слово, а тебе становится еще хуже, чем было. Вот это и есть гонение и скорбь на слово. Бог призывает тебя к служению и говорит, иди и служи, я тебя благословлю. Ты увидишь, как я через тебя буду касаться сердец и так далее. И ты, имея даже служение, начинаешь более активно служить, а твое служение идет как бы внешне на спад. Оно становится слабее, людей становится меньше. И ты думаешь, так мне Бог сказал, что еще больше будет. И вот в эти моменты, когда приходит гонение и скорбь на слово, очень важно приблизиться к Богу. Тебе не поможет ни семья, ни церковь, ни кто-то из твоих близких, знакомых. Поможет только Бог. Потому что это слово, оно от него. И вот здесь написано, это человек, который не имеет в себе корня и непостоянный. То есть пока все хорошо, как бы и легко верить. Но вопрос, когда приходят трудности? Как тогда бы? И в своей жизни я неоднократно испытывал, и до сих пор я покажу такие моменты в своей жизни, когда то, что я вижу, абсолютно противоречит тому, во что я верю. Полное несоответствие, полное. И вот вопрос, чтобы в этот момент не сдаться, то есть не отказаться от слова, не потерять его. Потому что вот эта притча о сеятеле, она говорит о том, что в трех из четырех случаев то слово, которое сказал лично сам Бог, не исполняется в жизни людей. То есть оно не происходит, не осуществляется. Хотя это слово от Бога. И причина не в том, что не Бог сказал, а причина в том, что люди это слово не сохранили. Кто-то вот, когда приходит скорбь и гонение, то есть не имеет корня и непостоянный, легкомысленный человек, легко ко всему относится. А кто-то из-за того, что заботы житейские, оружие массового поражения всех христиан во всем мире, суета-суета, то есть все этому подвержены. Но кто-то находит время, находит место для того, чтобы быть в общении с Богом. И у Него искать ответа. От Него получать подтверждение. Потому что сила моя не во мне. Во мне нет силы, как в человеке. Сила моя в Господе. И Библия написана, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Если вы проанализируете внимательно служение Моисея, всегда, когда возникали трудности, ему некому было идти. Ему не с кем было поделиться. У него не было наставников. У него был только Бог. И все, что ему оставалось, идти к Богу. Бог сказал Моисею, пойди к фараону и скажи, чтобы он отпустил свой налог. Моисей пошел искренне. Возможно, даже с детской верой. Но когда он пришел к фараону, фараон не то, что сказал, не отпущу. А он сказал, я сделаю так, что вам перехочется куда-то идти. И каждый раз, когда Моисей приходил к фараону, становилось хуже. То есть Бог меня призвал, и Бог меня послал освободить и вывести народ. Я иду, делаю то, что говорит Бог, а происходит с точностью, да наоборот. И евреи возненавидели Моисея. Говорят, пока тебя не было, было нормально. С появлением твоих идей освобождения стало еще хуже. Но что требовалось от Моисея? Оставаться верным. В итоге, что произошло, было явлено великая слава Божья. Великая слава. Человек, не имеющий по человеческим понятиям ни малейшего шанса на то, чтобы победить Египет, победил мощную цивилизацию. Не имея ничего для этого. То есть только слова от Господа. И Бог, Он действительно силен, исполни то, что Он хочет. Но есть обязательное условие, которое возлагается на Меня и на тебя. Это иметь веру. Иисус обличал неверие. И не раз. Иисус, который пришел в свои родные места, написано, не мог сотворить там очень многих чудес. По одной причине, по неверию их. Причина была не в Иисусе. Причина была в самих людям. Иисуса однажды окружала толпа. Они теснили Его. То есть пройти было невозможно. И вдруг, именно в этот момент, Иисус говорит, кто прикоснулся ко Мне. И одна женщина, испугавшись, говорит, это Я. Ученики, когда услышали вопрос Иисуса, говорят, а как ты спрашиваешь? Все тебя притеснили. Как можно об этом сейчас спрашивать? Он говорит, кто прикоснулся ко Мне. Знаете, что Иисус почувствовал? От Него отошла сила. И эта сила, она пришла на вот эту женщину, которая страдала 12 лет кровотечения, продала все свое имение, потратила на лекарства, на врачей, на больницы. И пришла в еще худшее состояние. И потом она сказала, когда услышала о Христе, я только прикоснусь к Нему, я буду здоровым. И самое интересное, что и она почувствовала, что источник кровотечения, кровь остановилась. В тот момент, когда она прикоснулась к Иисусу, была толпа. Все имели такую возможность, но не все имели веру. Некоторые пришли посмотреть, послушать, обсудить, рассудить и так далее. Задать какие-то провокационные вопросы. А эта женщина пришла, чтобы получить исцеление. И она его получила. Один из моих любимых примеров из Священного Писания, это Сара. Сара очень долгое время в своей жизни была бесплодной. Анализируя текст Священного Писания, мы видим, что проблемы у Авраама не было. Потому что от других, от другой женщины у него были дети. И уже после смерти Сары у него также были дети. То есть с ним проблем не было. Проблема была у нее. И Бог сказал, что именно Сара родит. Вы помните эту историю, когда пришли ангелы, разговаривали с Авраамом. Сара услышал слова, где было сказано, через год я приду, у тебя будет сын. Она что делала? Она рассмеялась. Это было то, что было сказано, было самой настоящей глупостью. Я скажу почему. Потому что то, что обычное у женщины, у нее прекратилось. То есть любой врач со стопроцентной уверенностью мог сказать, что у Сары больше никогда не будет детей, детородный возраст закончен. Но Бог довел именно до такого состояния, чтобы никто никогда не сказал, что это просто раньше плохо старались, теперь хорошо постарались. То есть на отдых съездили, там питание изменили, там и так далее, и поэтому это произошло. То есть ребенка не могло быть по определению, по всем законам физически, она больше родить не могла, поэтому она смеялась. Ей было странно, неужели вы такие мужи почетные, не знаете, что уже произошло. Я-то знаю, но ровно через год у нее родился сын. Что говорит Писание? Верой Сара получила силу из-за чела. То есть пришел момент, когда Бог вложил это слово в ее сердце и она поверила. И вот эта вера, она дала возможность сверхъестественной силе Божьей совершить чудо. И вот самая большая наша проблема моя и каждого из вас это устоять в вере. Особенно когда начинается гонение и скорбь на слово. Когда тебе Бог говорит одно и ты стоишь в вере, и ты понимаешь, что это от Бога, но происходит противоположное, тебе приходит большое искушение отказаться от того, что ты веришь. И вот здесь идет очень серьезная борьба, очень серьезная. Это духовная война. Для того, чтобы победить дьявола, нужно иметь веру. Противостаньте ему твердой веры. Я проведу вам более простые примеры. Написано, Иисус сказал, я пребуду с вами до скончания века. Пока вы не умерете. Испытывал ли кто-то из вас такое состояние, когда мы ощущаем, что Бога среди нас нет в нашей жизни. Мы проходим такие моменты, когда кажется, а где же Бог? Его нету рядом. Почему? Мы не ощущаем это. Но человек, который имеет веру, он в это верит. Когда мы собрались сегодня здесь, есть сто процентов здесь, как минимум, два человека, минимум, которые пришли сюда во имя Иисуса. Иисус сказал, там, где двое или трое соберутся во имя Мое, Я буду посреди них. На этом месте присутствует Бог. Это место свято, не потому, что Я или Вы, а потому, что здесь присутствует Сам Христос. Который имеет глаголы вечной жизни, который способен исцелить, который может освободить, и у которого есть ответ на любой вопрос. Но вопрос в том, в каком состоянии нахожусь я. На одном и том же месте один человек переживает Божье присутствие, Бог касается его сердце, изменяется его внутренность, изменяется его судьба. Рядом с ним, даже прикасаясь к нему физически, стоит другой человек и говорит, что-то какое-то скучное собрание. Прославление никакое, проповедь тоже, вообще, то есть, что-то как-то мне плохое настроение, буду выйдут. На одном и том же месте. И вопрос не в том, что Бог не исполняет своей части, Он не может ее исполнять. Библия А Бог все равно остается верным. Почему? Он за свое слово отвечает. Он это делает не сколько даже ради нас, а сколько ради самого себя, потому что Он сказал такое слово. В 14 Псалме, по-моему, о праведнике сказано, если праведник даже и злобу поклянется, он исполнит, имеется в виду даже плохому человеку, пообещая что-то. Не ради этого человека, а ради того, что Он дал слово, Он будет его выполнять. Хоть может быть и поймешь, что не нужно было этого слова давать, но Он уже дал. И поэтому ради себя самого Он будет его выполнять. Так вот, Христос, когда говорил такие слова, Он думал, о чем Он говорил. И Он понимал, о чем Он говорит. И Он знал, что Он должен будет это слово выполнить. Возьмем книгу Откровения, послание к синие церквям. Начинается в первой главе то, что Иисус посреди семи золотых светильников. И дается толкование, семь золотых светильников это семь церквей. Одна из них сардийская церковь мертвая. В этой церкви только несколько человек сохранили свои отношения с Богом, все остальные нет, включая пастора. И Иисус обращаясь к этому пастору и говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертвый. Не физически, духовно, ты далеко отошел от Бога. Но тем не менее, Иисус ходит посреди семи золотых светильников. И кто-то умудряется в этой церкви сохранять отношения с Богом. Проблема не в церкви в данном случае, хотя и на церкви есть ответственность, а проблема в моих личных отношениях с Богом. Может быть, 99% людей в церкви пойдут в Бабе. Я не хочу. И я должен сохранять свои отношения с Богом, вопреки всему. В этих же посланиях церкви Иисус говорит, вот я стою у двери и стучу. Это никакого отношения не имеет к евангелизации. Это слово к церкви. И это слово к верующему человеку, а не к неверующему. У каких дверей стоит Иисус Христос? У дверей моего сердца. Что делает? Стучит. Для чего? Чтобы я открыл. Что произойдет, если я открою свое сердце? Я войду и буду вечерить с ним. Речь не идет ни о пирожках, ни о чая, ни о чем-то еще. Речь идет об общении с Богом. И если я живу в вере, обстоятельства против того, во что я верю, имея общение с Богом, я это преодолею и пройду и устаю. Не имея общения с Богом, я сдамся. Скажу о белой и черной полосе. Об этом не принято говорить в церквях, у нас обычно все полосы белые. У нас нет плохих дней, все дни хорошие, как корабль назовешь, так и тому подобное. Я буду исповедовать, что все дни у меня хорошие, потом они все будут хорошие. Я вам приведу пример. Не все, что люди исповедуют плохое, осуществляется. И не все, что они исповедуют хорошее, тоже осуществляется. Осуществляется только то, что приходит из духовного мира. Это может быть от Бога, это может быть и от дьявола, оно тоже может осуществляться. Вот доназывать кого хочешь. Это нереально просто. Есть люди, которые выживают вопреки всяким плохим исповеданиям, и в них жизни происходит полностью противоположно. Если когда что-то не получилось у меня, например, в жизни, надо кого-то крайне найти. Я говорю, накаркал. Вот это говорит, что не получится, у меня из-за тебя не получилось. И мы так верим, что если он плохое что-то говорит, то это произойдет. Попробуй на карте хорошей. Вот в плохое мы сразу верим. Вот сказал из-за него причем тут он вообще. Как может кто-то говоря обо мне плохо повлиять на мою жизнь и судьбу если я имею отношение с Богом. Если я говорю о простых людях это будут колдунные экстрасенсы кто угодно тот кто во мне больше того кто в мире. Вопрос какие у меня отношения с Богом. Один пастор приехал в один город и там город был прославлен там колдунов всяких там нечистий и кто-то из корреспондентов спросил него пастор что вы чувствуете когда вы приехали в наш город что вы имеете ввиду я имею ввиду что у нас город прославлен там всякими темными силами он говорит что вы меня спрашиваете воспреты у них что они чувствуют я себя хорошо чувствую я во Христе Иисусе то они трясутся боятся и так далее и действительно если он имеет веру вера высвобождает силу боже если он не имеет веры то он почувствует всех колдунов и они окажут на него влияние один пастор приехал в Африку и приготовил еще хорошее слово и вышел взял микрофон и не смог произнести ни одного потому что собрались колдуны и направлен на него всю свою силу они нет то есть он не был подготовлен и я не помню там подробности но эта проблема была решена с помощью молитвы когда молились и он был наставлен и он осознал что тот кто в нем больше того и после этого они стали чувствовать что они могут действовать они не могут влиять потому что этот человек он для них сильнее на самом деле не человек а бог который в нем волхвы египетские собирались противостоять Моисею и противостояли Моисей сделал чудо и они сделали чудо я хочу чтобы вы понимали насколько это серьезным было Моисей взял деревянную палку называемую жест бросил на пол и она превратилась в змея после этого он мог ее взять обратно и Моисей думал что он таким чудом убедит фараона что нужно отпустить народ пришли волхвы и сделали то же самое бросили свои палки которые тоже превратились в змеи единственная была неувязочка змеи Моисея поглотил все их которые превратились в змеи и несколько чудес которые творили волхвы вернетворил Моисей в точности воспроизвели волхвы и фараон говорит а что я должен верить тебе они мне советуют у меня с ними отношения кто ты такой вообще ты что ты мне показал вот пожалуйста они тоже показали но наступил момент когда волхвы пришли к фараону и сказали фараону вот это мы сделать не можем они красивую фразу сказали это перст Божий нам это не под силу за этим человеком стоит Бог это серьезно до этого мы могли с ним тягаться мы могли делать то же самое а с этого момента мы бессильны и вот Бог ведет Моисея который много много раз приходит к фараону которого фараон обещает убить если еще раз увидит а Бог говорит ты пойдешь и ты сделаешь это большинство из нас включая меня самого если бы наш президент пообещал меня убить я бы не знаю где я прятался мне было бы реально страшно но Моисей был бы еще в худшем состоянии мы живем как бы в законе в стране где какой-то есть закон там какое-то противостояние там другая страна там нет никаких противостояний никаких оппозиций демократии и так далее фараон это Бог и это закон и достаточно силы чтобы сделать то что говорит фараон это принципиально и вот Бог посылает Моисея к такому человеку и в итоге Моисей пройдя испытание своей веры видит великую славу Божью вот в отношении тяжелых дней есть день скорби и есть день благополучия в день скорби написано размышляй это не это не простое время это важное время время роста время внутренних изменений время очищения это время от Господа в эти дни основная задача устоять даже не надо никуда двигаться вперед и апостол Павел говоря о всеоружии Божьем он говорит такие слова чтобы в день злой сам Павел мне это скажет не исповедуй нет никаких дней злых он говорит в день злой чтобы вы могли все преодолевшие устоять облекитесь во всеоружие Божьем но есть день добрый есть время когда Иисус был в искушении находясь в пустыне и все силы ада были направлены против него и они пытались его заставить подчиниться тому что хочет дьявол но Иисус написано победил и что сказано в Библии сатана отошел от него а ангелы приступили и служили то есть пока Иисус не противостал дьяволу твердой веры он от него не отошел он наоборот его давил и пока это Иисус не сделал ангелы не пришли и не служили ему однажды я молился за одну женщину и я увидел во время за исцеление я увидел во время этой молитвы огромное количество ангелов которые наполняли то место и все они были с опущенными крыльями и все заодно бездействовали я сначала не понял что это значит но тут же я получил вразумление что нужно противостать дьяволу и только тогда ангелы будут совершать свое служение то есть есть моя часть и поэтому Иисус обличал в неверии и поэтому есть времена когда мы лицом к лицу сталкиваемся с дьяволом близко он приступает к нам для чего чтобы разрушить нас чтобы заставить нас отказаться от упования на Бога в этот момент мы должны сохранить свою веру и противостать этим дьяволу и тогда придет время славы но что мы хотим мы хотим время славы без время испытания такого не бывает для того чтобы я мог увидеть исцеление от серьезной болезни я сначала должен увидеть серьезную болезнь если не будет этой болезни не будет исцеления нечего будет исцелять для того чтобы я увидел великое вмешательство в Божье в какую-то ситуацию сначала я должен увидеть эту ситуацию эту большую проблему и только тогда я увижу как Бог это разрешит и тогда моя вера будет еще сильнее и еще крепче что люди сегодня хотят ничего не делать но заставить Бога делать все ничего не получится у вас никогда все обетования Божьи имеют условия все редко когда бывает обетование без условий это редкость это исключение это неправило мы называем это условное пророчество и безусловное условное это значит если ты будешь делать вот так то будет вот так а если будешь делать наоборот то будет наоборот и то и то воля Божья от тебя зависит если будешь веровать и не усомнишься получишь если усомнишься не получишь человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих да не думает такое получить что он не будет Господа то есть это условное пророчество например Гиблия говорит нам о том чтобы мы были непрестанны в молитве а что будет если я не буду постоянной молитвы ничего не будет будет так как ты живешь так и будет может хуже немножко станет но Библия говорит не имейте почему потому что не просите чтобы получить нужно просить как просить с верой немало не сомневаться то есть люди некоторые почему-то думают что Бог как-то там сам по себе все будет делать а от нас ничего не зависит от нас зависит немало именно поэтому мы будем судимы потому что если от меня ничего не зависело меня судить не за что я ни в чем не виноват я сделал то что должно было сделать поэтому обязательно есть моя часть но есть некоторые пророчества безусловно и Бог прямым текстом говорит делай что хочешь а будет вот так ничего тебе не поможет например второе пришествие Христа независимо того буду я в это верить или не буду буду готов или не буду готов это мои проблемы оно будет назначено Богом это безусловное пророчество оно не зависит от людей но например когда Иисус говорит о последних днях говорит молитесь чтобы бегство ваше не произошло зимой или в субботу есть выбор если будете молиться это будет по самому худшему варианту развития если будете если не будете молиться если будете то будет лучший вариант в скорби там катаклизмы катастрофы там и так далее это все написано будет по местам то есть локально не везде и в некоторых странах усиленно молятся за страну а некоторые думают Бог и так разберет он уже знает что ему нужно безнадь из нашего опрошения вот у них будет сегодня вот сколько вы заметили я не знаю может мне так кажется может мне так кажется но что-то мне часто так кажется когда происходит какие-то серьезные катаклины вот на буре там вот ураганы черкаса не касается редко очень редко я говорю о том что церкви черкаса молятся то есть мы в церкви регулярно молимся за наш город это обязательная молитва постоянная и одна одно из этих молитвах это что Бог сохранял нас от катаклизм катастроф там и тому подобное я это воспринимаю так милость Божью что черкаса самый святой город нет далеко не святой но что написано искал я человека которого поставил до пролома чтобы не произвести суд и когда есть люди которые откликаются на Божий призыв они меняют не только что-то в своей жизни но и вокруг себя когда я скажу я молюсь это я пошутил то есть не в том что я молюсь я молюсь но я верю в то что очень многие люди молятся за этот город это имеет большое большое значение поэтому когда мы начинаем молиться и не происходит то что мы просим мы не знать не должны из-за этого опустить руки сказать значит не воля Божья самый простой пример это пророк Даниил пророку Даниилу Бог вложил в сердце молиться чтобы получить откровение о том что будет с его народом в последние дни это откровение никак не нужно было Даниила оно не исполнилось в его жизни он должен был просто его получить и записать и вот как Даниил исполняет это поручение от Бога он молится на протяжении 21 дня исходя из того что Даниил молился три раза в день умножьте 21 на 3 получится как минимум он совершил по этому поводу 63 молитвы можно задать вопрос а что Бог не слышит а что недостаточно как сегодня некоторые говорят я помолился доверил в руки Божьи все там все работает я пошел спать зачем я если буду словом об этом молиться я перечеркну свою старую молитву но однажды ему явился ангел Господний и он сказал ему такие слова Даниил первый раз когда ты помолился твоя молитва была услышана и я лично был послан к тебе чтобы дать откровение но я не смог прийти к тебе так как на пути я встретил сильное сопротивление это были духовные силы тьмы и на небе там совершалась жестокая война в то время когда Даниил молился и только через 21 день ангел смог прийти к нему и дать ответ что было бы если бы Даниил перестал молиться он бы ответа не получил и это духовное сражение было бы проиграно из-за кого из-за человека что говорится сегодня об ангелах ангелы это суть служебной духи которые призваны служить на следующем спасении то есть другими словами если я перестаю верить и действовать по слову Божьему я лишаю себя многих ответов от Бога я не даю возможности Богу сделать то что Он хочет то слово которое Бог мне открыл оно не исполнится только потому что это сказал Бог и все оно должно быть в моем сердце растворено верою оно должно быть мною выношено и сохранено забеременела женщина это очень хорошо но еще нужно 9 месяцев сохранить этого ребенка чтобы он появился в свое время и несмотря на то что этого ребенка дал Бог от женщины тоже зависит родится он или не родится это мы понимаем что руки Господа образовали нас почтели матери и так далее но мы понимаем свою часть сколько сегодня случаев когда люди сознательно идут на прерывание беременности то есть на аборт на убийство есть ли в этом воля Божья 100% нет но это происходит происходит из-за кого из-за Бога который дал ребенка нет из-за людей которые не захотели его сохранить вот то же самое происходит в духовном плане так называемый духовный аборт когда то слово которое посеяно в наше сердце Богом нами же убивается в одном случае из-за того что мы не имеем постоянства и не имеем корня в другом случае что мы погружены заботами житейства и это слово оно не приносит плода ни в 100 ни в 60 и ни в 30 кран поэтому то что мы имеем веру это супер это очень хорошо но вера обязательно проходит через испытание вот в этом испытании мы должны устоять уповая на Господа и оставаясь верными ему как сегодня ваш пастор сказал если бы у нас все было наперед нам очень легко было бы делать все когда мы делали ремонт в нашем здании один американец приехал и он по образованию экономист он говорит я хочу тебе помочь я был готов запринять от него пожертвование но он сказал мне что я хочу помочь тебе правильно спланировать я говорю хорошо без проблем давай будем планировать первый вопрос который он мне задал сколько у тебя есть денег для того чтобы их вложить в ремонт я говорю в смысле сколько ну какой у тебя бюджет мысль какой бюджет ну денег я сколько чтобы мы могли запланировать я говорю я не знаю bert как не знаю но вот сколько пожертвовать столько и будет вот когда пожертвует тогда я буду знать а пока не пожертвовано я не знаю а как же ты планируешь я говорю вот так это вам не Американ это называется путь веры у тебя есть откровение что ты это должен делать сколько кто когда откуда и как пожертвует ты понятия не имеешь говорит А как же ты делаешь ремонт? А очень просто, говорю, пришли деньги в воскресенье. А в следующее воскресенье, в субботу вернее, их уже нет. И вот с понедельника мы будем думать, что делать. У нас есть планы, но мы верим, что Бог нам воздаст. Он говорит, не понял. Говорю, ну что тут непонятно? Если бы у меня были бы деньги, я бы так, как ты делал бы. То есть спланировал бы бюджет, кого-то бы нанял. А так я найму, у меня их не будет. И что я буду делать? И это называется путь веры. Если бы у Моисея было бы все понятно, что будет, это было бы одно. Но он шел, не зная куда. Он шел, не зная, что он там будет делать. Откровение поступало по мере необходимости. Если бы Иисус наберет, он четко знал, что вот они зайдут в воду, и воды раступятся, было бы проще. Но он это делал верой. Но про воду пускай это проще, потому что, видимо, у Моисея раступается. Опыт был, скажем так. А вот как с Ерихоном. Бог говорит, обходи вокруг каждый день. А на седьмой день вострубишь трубами, и стены рухнут. Никто никогда не имел такого опыта. Ни один человек на земле. Жители Ерихона возрадовались. Пусть ходят, жалко что-нибудь, парады устраивают. Нам не мешали. То есть они не ожидали. И я думаю, что сам Иисус Навин до конца не понимал, как это будет. Но в седьмой день они были послушны Господу. И произошло чудо. Когда мы говорим сегодня о церкви, когда мы говорим сегодня о церкви, церковь строится чудным образом. Это не то, что нами запланировано. Это не то, что мы прогнозируем. Это не то, что можно рассчитать, расписать и так далее. Да, какую-то часть своих деятельностей, исходя из своих сил, возможностей и потенциала, мы планируем. Но основная масса происходит того, чего мы не ожидаем. Даже не предполагаем, что такое может быть. Это что-то из области фантастики. То есть оно нереальное. В одной церкви на Черкасской области небольшая церковь, может быть 10, может быть 20 человек, в конце служения зашел высокий красивый мужчина. И положил очень много денег, ящик для проработания, и ушел. Небольшой город, все всех знают. Никто не знает, кто это такой. Это деньги были, я не помню сейчас, что мне обманывают, но где-то годовой доход церкви. И до сих пор никто не знает, кто это был. Как пастор может это спланировать? Как он может на это надеяться и на это рассчитывать? Никак. Но что может делать пастор? Спрашивать у Бога, просить у Бога, и ожидать решения вопроса от Бога. Как он это сделает? Ему это известно. Он знает, как это. Он уже приготовил кое-что, о чем мы даже не подозреваем. Но есть одно очень важное условие. Он требует доверия. Он требует веры. Он требует упования на Него. И он дает нам свое слово. Он говорит, не бойся, иди и делай. Господи, так у меня же нет. Я тебе сказал, иди и делай. И много-много раз в Библии написано, не бойся. Иисусу Навину с его образованием, с его опытом, вообще не стоило бы впрягаться в войну. Любой бы трезвомыслящий человек сказал, покайся, остановись, и не занимайся безумием. Но Бог говорит, ты введешь мой народ в обитованную землю. То, что мы сегодня так понаслышке из Библии понимаем, что когда пошли с оглядатой, они выносили там грозди винограда, которые на шестей несли вдвоем. Вы видите хотя бы 10 минут такой виноград? Я не видел. Мы сегодня очень осуждаем 10 разведчиков, которые пришли и сказали, ребята, текайте побыстрее, не вздумайте туда идти. Что так плохо? Наоборот, хорошо. Крепкие города, сильные армии и сильные люди. Как мы туда... Наверное, Бог нас сюда ввел, чтобы издеваться над нами, погубить нас тут всех. Только два человека говорили, так с нами же Бог. Так нам же Бог сказал. Бог нам сказал, и мы туда войдем. Что было сказано зарывабельно, не силою и не воинством, но духом моим, говорит Господь. Кто ты гора? Когда мы стоим перед нашей проблемой, это гора, на которую мы никогда в жизни не выйдем, используя только лишь свои человеческие силы. Ни знаний, ни опыта, ни сил не хватит. И эта гора, она давит на нас. Но когда мы имеем веру от Бога, мы смотрим на эту гору совершенно с другой стороны, сверху. И вот сверху она кажется равниной. И Бог так и говорит, кто ты гора? Ты равнина. Совершенно разное отношение к одному и тому же самому, к одной и той же самой проблеме. Когда ты смотришь на десятиэтажный дом, находясь под ним, он большой. Когда ты летишь на самолете и смотришь на этот же дом, он маленький, спичная коробка. Дом не изменился. Фокус моего взгляда изменился. Когда мы не имеем веры и мы смотрим на проблему, она убивает нас. Но когда мы имеем веру и смотрим на ту же самую проблему, мы видим решение этой проблемы. И мы предвкушаем, как Бог явит свою славу. И находясь в одном и том же как бы состоянии одной и той же самой проблемой, мы по-разному реагируем. И это все от того зависит, верим мы или не верим. И поэтому я хочу, чтобы каждый очень серьезно, очень серьезно подумал сегодня над этим. Имею ли я веру? Знаете, во что верят все христиане мира? То, что верил мужчина, у которого сын бесновался. Иисус ему говорит, сколько можешь веровать верой? Он сказал феноменальные слова. Веруй, Господи, помоги моему и верь. Думаешь, как это? Верую и неверую. Такое может быть? Да. Это то, что есть у большей части христиан. Во что мы верим? Если я спрошу у кого-то, Бог может дать деньги на свидетельство вашего здания? Я не думаю, что кто-то из вас скажет, что не может. Как он всемогущий, что, свободный. А как же того вам даст? Не знаю. То есть мы верим в то, что Бог может. Но мы не уверены в том, что Он это сделает для нас. Кто сомневается в том, что Бог может исцелить любую болезнь? Есть хоть один сомневающийся? Даже неверующие в это верят. Бог может. Он создатель. А как насчет твоей болезни тебя исцелит? Не знаю. То есть в то, что Бог может, я в этом уверен и не сомневаюсь. А вот сделать ли Он для меня, вот здесь проблема. И откуда появляется вера в отношении меня, когда я имею личные отношения с Богом? Иисус стоит у дверей на его сердце и стучит. Когда я его открываю, Он имеет общение со мной. Что такое общение? Это значит, Он говорит что-то мне. В молитве я отвечаю Ему. И не обязательно я слышу при этом какие-то звуки, голоса или что-то подобное. Это просто входит в мое сердце. И заходя на молитву, я испытываю страх, трепет, может даже ужас от какой-то ситуации, которая сложилась в моей жизни. Но после молитвы, выходя из молитвы, ничего не изменилось. Изменился я. Изменилось мое отношение. Я уверен, что Бог мне поможет. Это будет решено. И третий шаг. Я потом вижу, как это реально исполняется. И я вижу славу Божию. Но для этого я должен пройти испытание своей собственной веры. Вера это не значит, что прямо сейчас и сегодня. Вера это сначала уверенность в невидимом и только потом осуществление ожидаемого. Если не будет уверенности в невидимом, навряд ли можно ожидать осуществления ожидаемого. А вот чтобы иметь уверенность в невидимом, надо иметь слово от Бога в своем сердце. Кто-то из вас был в Австралии? Верюмите руку, кто был в Австралии. Кто-то из вас верит в то, что есть Австралия? Кто сомневается, что есть Австралия? Вот нет в Австралии. Это выдух и все. Многое доказано, что нет. Я мог сейчас там рассказывать вам, и вы некоторые даже засомневаетесь. Но откуда вы уверены, что есть Австралия? Вы слышали? Куда скажут, нам видео показывают. Куда-то, наверное, в Америке снимались. С чего ты дал, что Австралия? Ну там написано. Написать вам, что хочешь. Казахстан. То есть, мы в этом уверены, и поколебать вашу веру в том, что есть Австралия, практически невозможно. Почему? Вы это приняли сердцем, растворили это в своем сердце. В этом не сомневайтесь. Это вы никогда не видели, никогда там не были, и можете не быть никогда. Точно так, слово Божье. Ты видел свою исцеление? Нет. Почему ты так уверен в нем? Слово во мне есть. Ты видел свой дом молитвы? Нет. Почему ты такой уверенный? У меня в сердце это есть. Когда мы молились за здание для нашей церкви, мы просили, чтобы Бог дал нам здание, в которое мы можем собираться круглые сутки, чтобы это было нашим. Я даже понятия не имел, о каком здании идет речь. Все здания, которые я знал в нашем городе, были заняты. Все до единого. И был только один способ, чтобы мы получили здание, чтобы у кого-то его забрали. Но я понимал, что это не совсем по-христиански. То есть как бы. Но в сердце было желание молиться. И я просто говорил, Господь, тоже земля, и то, что наполняет ее, принадлежит тебе. И я прошу тебя, ты дай мне. Хотя я не знаю, где ты его возьмешь. И произошло чудо. Мне до сих пор не верят. До сих пор думают, что какие-то были договоренности, какие-то там ходы, мои взятки и тому подобное. В свое время кто-то непонятно по каким причинам отказался от этого здания. И мы получили возможность взять это здание в аренду сроком на 25 лет. С арендной платой, которая намного меньше, чем платите вы. Которая прописана, ну как бы все на законных основаниях. Я прекрасно понимаю чиновников, которые говорят, давайте поднимем там и давайте там и письма пишем. Ну уже прекратили, сейчас они свои заняты. Вот. Я говорю, я не хочу поднимать. Но это же незаконно. Я говорю, законно в суд обращайтесь. Мы закон исполним. Обращаться не щит, потому что есть договор. Я понимаю их по-человечески. То есть, но я так же понимаю, что если Бог дал, то Он дал. И я помню, когда один бастер там пришел и там у них покаялись какие-то из криминальных кругов. Вот. И они говорят, он присутствовал на какой-то там сходке, где решался вопрос нас и нашего здания. То есть, чтобы его каким-то образом у нас обратно забрали. Вот. И он говорит, там какой-то скорбь был. Я говорю, слава Богу, что я этого не знал. Если бы знал, то я не испугался по-настоящему. Но Бог сокрыл от меня эти знания. Потому что знания умножают скорбь. То есть, не все, что происходит, нужно знать. Когда не знаешь, крепко спишь. И был случай, где подошли два человека от такой непонятной внешности. Ну, вы примерно представляете. А у меня было такое хорошее настроение. Вот. Я вышел из дверей этого молитвы. Они так ко мне на полном серьезе. А вы это здание крепко держите? Я так в сутку. крепче некуда. И пошел. Это настолько их убедило. И я не знал, кто это. Я просто пошутил. Ну, файл. Но я ввел в виду, что Бог нам дал как бы этот. Вот. И они сразу ушли. Если бы я знал, кто они, я бы, наверное, так бы не ответил дерзновенно. То есть, ну, так получилось. Это не потому, что я такой храбрый, там, ни в коем-то не подумаю. Некоторые раз принимают. Это называется Божья милость. Поэтому для Бога нет ничего невозможного. И для верующего тоже нет ничего невозможного. Поэтому, если есть нужда, мы обращаемся к Богу. Мы ищем Его лица. И Он дает нам силу через Слово. Это Слово рождает нас в веру. И эта вера, она помогает нам преодолевать любые трудности и любые испытания. Но я хочу еще раз это подчеркнуть. Не думайте, что сразу же все произойдет. Есть время, когда наша вера испытывается, испытывается самим Богом. Потому что мы Богу нужны для дальнейших целей. Мы нужны Богу, чтобы перейти на более высокий уровень, о котором мы не думаем сегодня даже и не подозреваем. Мы не предполагаем, что Бог хочет сделать через нас. Мы все, я в том числе, мы маловеры в этом плане. То есть Бог дает нам несравненно больше того, о чем мы сегодня просим и помышляем. Но мы даже с тем, что мы видим, не тоном страшно. Не говоря уже про дальшее что-то. Но если будешь приближаться к Богу и сохранять свои отношения с Богом, увидишь великую славу Божьей. Великую славу Божьей. Но для этого нужно прилепиться к Богу, иметь веру и сохранить эту веру. Проходя через трудности, мы меняемся. Уходит наша спесь, уходит наша гордость, уходит корысть, уходит тщеславие, особенно, когда ты сидишь и ты думаешь, Господи, я не знаю, что делать дальше. Есть ситуации, когда тебе легче умереть, чем дальше жить, потому что ты с этими проблемами не знаешь, как справиться. Они тебя конкретно придавливают и вдруг на следующий день за одно мгновение решаются. Ты думаешь, так я же все время вредом тщу. Просто все. Но в тот момент, когда тебе тяжело, то есть тебе реально страшно, я понимаю, Илью, который искал смерти, находясь под можжевеловым кустом, он жить не хотел, так ему было тяжело. И Бог его привел на встречу с собой. Если бы было это близкое общение с Господом раньше, вот этого желания бы смерти не было. Поэтому давайте мы поднимемся и попросим у Господа, чтобы Господь помог нам привлечиться к Нему сердцем. Чтобы в нашем сердце мы были способны растворить Его Слово. Не только услышать, мало услышать, Его нужно принять. И чтобы Бог помог нам сохранить веру и упование на Него. Я также хочу помолиться за вашу церковь. Знаете, я понимаю состояние вашего пастора, я понимаю состояние многих из вас. И то, что вы хотите сделать, построить дом молитвы, по-человечески это полнейшая утопия. У вас нет для этого шансов никаких. Вообще. Чтобы там не старались, там и так далее, ваших усилий человеческих сто процентов не хватит. Вы можете в этом даже не сомневаться. Но есть Бог, который всемогущий. Есть Бог, который делает невозможное. Любовь, знаменитые герои веры из Библии. Они делали то, что невозможно людям. Потому что через них это делал Бог. Я хочу помолиться, чтобы Бог благословил вас и мудростью, благословил финансами, для того, чтобы мы могли осуществить это великое дело. И в нашем городе, в юго-западном районе был дом молитвы церкви возрождения. Много людей на Украине, много церквей построили свои здания. И поверьте, они были изначально вот в таком положении, как вы. К какому-то ненормальному пришла идея в голову. Он вдруг подумал, что у него получится. И он начал двигаться. А потом он понял, то есть скромнее нужно быть. То есть попроще. И ему было страшно. Надеваться было не было. Нужно было идти. Когда-то царь отдал очень много денег изерлетянам. И говорят, если хотите, я вам дам охрану. Они говорят, понимаете, охрана, мы же с Богом. И пошли. А потом, когда пришли, понимают, что денег-то много. Разбойников много. А что делать? То есть страшно идти рядом. Если я вам сейчас миллион долларов и скажу в городе Черкасове, я отдал миллион долларов, он должен туда на 700-летие. Вы не дойдете. Можете быть уверен. Вам страшно будет. За миллион долларов вас не только убьют, вас не съедят и похоронят все одновременно. То есть не заберут у вас. Это 100%. И вот они примерно в таком положении. Куча денег на строительство храма, но надо как-то туда дойти. И что тогда они сказали? Они сказали, давайте объявим пост и будем молиться, чтобы Бог сохранил нас в пути. Потому что к царю нам стыдно идти. Мы же сказали, что мы с Богом. И неудобно уже против. Царь не против. Он понимал, что под какие-то захраны нам нужны такие деньги. Они говорят, с нами Бог, все в порядке. Они рады, что это дали им столько. Точно так и вам. Иногда что-то кажется, что я смогу, когда ты под помазанием. Когда помазание уходит, ты остаешься один на день с собой. Зачем я это лямнул? Зачем я это сказал? Зачем я подвязался? Я не подумал. Но когда ты приходишь к Богу, ты думаешь, какой я молодец. Я буду сказать, я пройду, я увижу славу Божьего. То есть, мое состояние, мое отношение с Богом влияет на все.